Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя администрации президента Саида Бутба, министр юстиции Андрей Барцец, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, временно исполняющий обязанности председатель СГБ Роберт Киут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квецыни, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Илья Гуния, судья Верховного суда Ада Касландзе. Рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов создана распоряжением главы государства. Ее председателем назначен секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Сегодня мы собираемся в таком составе впервые. Рабочая группа по реформе правоохранительных органов. Как известно, это непростая работа, которая требует повышенного внимания, знаний, умений, воли, финансовых ресурсов. Я очень рассчитываю на то, что наша группа будет работать эффективно. Если в какой-то группе я и намерен работать как рядовой член, то это вместе с вами, мне это близко и понятно. Очевидно, и для вас это хорошо известно, что государство – это право. Мы должны жить по определенным правилам, по определенным законам. Право и культура желают оставлять лучшего. Мы должны прививать эту культуру самим себе и нашим гражданам, потому как это очень важно. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 256 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 83 человека в тяжелом состоянии – 22 пациента. 17-18 ноября в Гудаутском госпитале скончались два пациента – 1965 и 1941 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое пациентов в тяжелом состоянии здоровья. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находится 37 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии – 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5278 человек. 67 летальных случаев. Выздоровели 3608 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Продолжаем выпуск. Проблемы с вывозом сельхозпродукции из Абхазии по-прежнему остаются на повестке дня. Накануне на Абхазо-российской границе вновь образовались пробки из фур, груженных мандаринами, хурмо и фейхуа. Наши корреспонденты попытались выяснить, в чем причины подобной ситуации. Репортаж Кугуц и Бардания. Ежегодно в сезон массового сбора цитрусовых в Абхазии на пункте пропуска КПП ПСО у наших предпринимателей возникают проблемы с перевозкой сельхозпродукции. Люди, обессиленные от ожидания, стоят в многочасовых пробках, а товар при этом портится. Соответствующие видео частенько выкладывают пользователи соцсетей. По словам министра сельского хозяйства Рислана Джопу, несмотря на тщательную подготовку к сезону, в этом году проблемы все же возникли. С абхазской стороны не раз собирали в составе всех тех, кто участвует на границе, кто представлен там службы, государственные предприятия, таможня, карантинная служба, гостандарты, пограничники. Одним словом, вроде они плохо подготовились, были меры все приняты для того, чтобы не происходило то, что сегодня имеет место. Я думаю, что это было связано с тем, что на российской стороне таможенная служба, она предпочинена Краснодарскому краю, и поэтому там появились новые люди, ну как новая метла, начинают работать они со своими правилами, со своими новыми указаниями. Я думаю, что это такой просто обычный человеческий фактор, который надо устранить, который присутствует на границе. Это не политика российско-абхазская, это не отвечает нашим отношениям, поэтому те проблемы, которые есть на границе, я думаю, что они будут устранены. Не хочу сказать, что это специально делается кому-кем-то, потому что там все-таки состав поменялся, много участников таможенной службы, те, кто работают, они новые. Образовавшуюся на этот раз пробку на границе объясняют тем, что из строя вышло оборудование, проверяющие машины. Сейчас их осматривают визуально, что занимает немало времени. Представляете, машина большегрузная, где 20 тонн, скажем, или 18 тонн, один ряд надо выгрузить для того, чтобы представитель пограничников или таможенной мог подняться и визуально посмотреть, нет ли там другого вида товара, кроме того, что задекларировано. Еще одной проблемой перевозки сельхозпродукции на КПП ПСО может быть и цена товара. На Абхазской границе при вывозе продукции необходимо иметь сертификацию ответствия и заплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от стоимости одного килограмма товара. На российской же стороне предпринимателю нужно заплатить возной НДС в размере 10% стоимости. В этом году цена за один килограмм мандаринов составляет 19 рублей. Из этой суммы исчисляются все налоги. Российская таможня считает эту оплату низкой. В этом году, опять же, таможенная служба, они к нам обратились с тем, что стоимость мандаринов здесь увеличилась, на рынке стоит 40 рублей. Таким образом, они рассматривают повышение той стоимости, из которой будут исчислять до 40 рублей. Ну, сейчас идут переговоры, письма. Это будет означать, что если российская сторона будет исчислять все платежи не из 21 рубля, как это было раньше, как мы заявляли, они принимали, а из 40 рублей, то есть это будет намного выше стоимость перевозки. Понятное дело, что отборные такие вот мандарины, которые в розницу продаются, они могут стоить больше, но оптовая цена, она не может превышать вот тех сумм, которые мы заявляли. То есть не менее 19 рублей это было сказано для того, чтобы из этих сумм исчислять все платежи, которые необходимы на границе. По словам Беслана Джопу, несмотря на проблемы, с которыми пришлось столкнуться, в этом году в Россию вывезено немало абхазской сельхозпродукций. Вот, например, в этом году, по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день, мандарины вывезены 4572, тогда как в прошлом году было это 1342 тонны. То есть в четыре раза почти больше мандарин в этом году уже вывезено за это время. При наличии вот таких вот проблем, проблемы в прошлом году были, но в этом году вот таким образом. Орехи вывезены по сравнению с прошлым годом на почти 1000 тонн больше, 1200 тонн больше. То есть 1500 даже вывезено на сегодняшний день, 241 тонн только в прошлом году. Также фехла, хурма, киви, фехла вывезено почти 1000 тонн, тогда как в прошлом году всего 300 тонн в это время было вывезено. По словам представителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия, Константина Козлова, помимо названных проблем, существует еще одна. И она заключается в следующем. Когда предприниматель подает декларацию, чтобы перевести максимальное количество товара, он указывает в этом документе несколько транспортных средств, не составляя декларацию на каждую машину в отдельности. Таможенные оформления и товарные потоки должны быть организованы тщательнее. Таковы требования российской таможни. Когда декларация и часть автомобилей из этой декларации въехали в пункт пропуска, подается декларация инспектору. Инспектор при огромном своем желании оформить побыстрее эту декларацию и выпустить весь товар, который заявлен в ней, не может этого сделать. Потому что он должен увидеть весь товар. Только после того, как все транспортные средства, заявленные в декларации, попадают в пункт пропуска, рождается запрос в орган, который принял декларацию, на то, что вся товарная партия находится в пункте пропуска. Так называемая сверка. По словам Константина Козлова, проверить такое большое количество машин сразу невозможно. Из-за этого и возникают пробки. Когда машины, ведь поставщиков или участников внешнеэкономической деятельности, которые хотят ввести свой товар в Российскую Федерацию, он и не один, и не два, их несколько. И поэтому товары каждого участника ВЭД едут на автомобилях. И на пункте пропуска, который имеет свои геометрические размеры не столь великими, они перемешиваются, создается пробка. Когда пять машин уже въехали, допустим, на пункт пропуска, оставшиеся пять просто не могут пересечь все это пространство. Остаются где-то, пока вот эта организационная ситуация не будет преодолена, сложности по скорости выпуска деклараций будут. Поэтому я просил бы обратить внимание участников внешнеэкономической деятельности, именно с абхазской стороны, чтобы администрирование и таможенного оформления, администрирование и товарных потоков, которые следуют в пункт пропуска для въезда в Российскую Федерацию, были организованы более четко. Вместе с тем, работы по устранению проблем на границе не прекращаются. Есть надежда, что в ближайшее время ситуация разрешится. В ночь на 18 ноября неизвестные ограбили магазин турецких сладостей на набережной Сухума. Воспользовавшись отключением света в городе, преступники взломали дверь и унесли товар на более чем 50 тысяч рублей, захватив с собой и копилку с деньгами благотворительного фонда «Ашан» для тяжелобольных детей. По данному факту, материал собран в полном объеме и направлен в следственный отдел столичного УВД. Магазин турецких сладостей «Через» расположен на набережной Махаджиров. Инцидент произошел с часу до трех ночи, когда в городе было отключено электричество. Злоумышленники проникли внутрь, взломав дверь. По словам владельца магазина, воры унесли товар на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме того, была украдена копилка благотворительного фонда «Ашана» для тяжелобольных детей. Хозяин магазина рассказал нам, что это уже второй случай ограбления за месяц. Первый раз он не стал обращаться в милицию. На этот раз по факту кражи возбуждено уголовное дело. В ночь с 17 на 18 ноября 2020 года в городе Сухом по набережной Махаджиров в магазине «Через» произошла кража. После чего по данному адресу выехала следственная оперативная группа, в ходе которого произведены осмотр места происшествия, где были обнаружены следы преступления. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 155 УК Республики Абхазия. Копилки добра благотворительного фонда «Ашана» – это возможность помочь тяжелобольным детям, а также большое подспорье для фонда. Ящики для сбора пожертвований установлены во всех районах республики с 2013 года. В месяц одна такая копилка собирает в среднем от 40 до 50 тысяч рублей. И все эти деньги идут на лечение детей с различными заболеваниями. На момент кражи копилка добра в магазине «Через» была практически заполнена. Эта новость была очень неприятна для нас всех, так как это не первый случай. В прошлом году уже был подобный инцидент. Нам все-таки хочется верить, что те грабители, может быть, это был один человек, может быть, это была группа лиц, но они, захватив ящик, все-таки не знали основную цель, для чего эти средства собирались. Хочется обратиться ко всем, кто смотрит данный репортаж. Если есть какая-то информация, все-таки сообщить правоохранительным органам. Большая просьба вернуть деньги, копилку фонду «Ашана», чтобы все-таки могли направить средства по их целевому назначению на лечение тяжелобольных детей, которые в этом очень сильно нуждаются. На данный момент в фонде «Ашана» в своей очереди на лечение дожидаются 10 тяжелобольных детей. Пятеро юных чтецов стали победителями первого онлайн-конкурса художественного чтения среди молодежи, организованного Союзом писателей Абхазии. Кроме того, профессиональное жюри решило поощрить специальными дипломами еще двоих участников конкурса. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Первый онлайн-конкурс художественного чтения среди молодежи был объявлен в сентябре текущего года Союзом писателей Абхазии. В нем могли принять участие все желающие в возрасте от 15 до 25 лет. Для этого надо было прислать в Союз писателей видеозапись своего выступления. У чтецов была возможность самим выбрать произведение для конкурса. Всего было подано более 20 заявок. В день награждения победителей участники мероприятия вновь прочитали выбранные ими стихи. Конкурсные жюри, куда вошли члены Союза писателей, выбирали победителей тайным голосованием. Дипломом первой степени был награжден учащийся средней школы села Уарча Хаджара Джопуа. Номинантом второй премии стала учащаяся первой гаградской школы Хамида Габлия. А вот третью премию разделили сразу трое школьников. Учащиеся восьмой сухумской школы Сырма Гемуа, ученица Пшапской средней школы Илана Джинджоли и учащиеся средней школы села Члоу Марица Джопуа. Мне учителя сказали, что будет проводиться онлайн-конкурс чтецов. Я, конечно, захотела поучаствовать, попробовать, так сказать. Я сегодня заняла второе место. Я очень рада. Впервые участвую в таком конкурсе онлайн-чтецов. Я очень рада. Спасибо большое тем, кто организовал этот конкурс и тем, кто подготовил меня. Жюри решила учредить еще две номинации конкурса. В номинации «Любовь к поэзии» лучшим чтецом стал старшеклассник из села Тхина Гуддиса Гварамия. А в номинации «Профессиональное чтение» победил актер молодежного театра Ахра Кварчия. Как отмечают организаторы конкурса, главная цель данного мероприятия – популяризация поэзии и произведений абхазских авторов среди молодежи. Главная цель для нас, для всех – выявлять талантов, конечно же, среди молодого поколения, которые проявляют любовь к родному языку, к национальной литературе, вообще к национальной культуре. Это все, конечно, создает такую благоприятную атмосферу. Конкурс чтецов – это отличная возможность проявить творческую активность, приобщиться к лучшим образцам отечественной и мировой художественной литературы. Союз писателей Абхазии намерен и в будущем организовывать подобные мероприятия. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение. На 79-м году жизни скончался член Союза журналистов СССР и Республики Абхазии, активный участник национально-освободительной борьбы абхазского народа, ветеран Отечественной войны 1992-1993 годов Закан Алексеевич Агрба. В связи с кончиной Закана Агрба соболезнования родным и близким выразил Союз журналистов Абхазии. Четверо абхазских курсантов, учащихся в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, сдали выпускной экзамен по направлению техносферная безопасность, сообщается на сайте МЧС Абхазии. Курсантам было необходимо продемонстрировать приобретенные за время учебы знания, умение ориентироваться в десятках специальных направлений будущей профессиональной деятельности, предусмотренной образовательной программы. С поставленными задачами они успешно справились. Следующим испытанием для выпускников должна стать защита магистрских выпускных квалификационных работ, проведение которых запланировано на 2 декабря. Союз художников Абхазии подвел итоги конкурса на премию «Лучшая работа года». Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале с соблюдением правил эпидем безопасности. Были названы 5 лучших художников уходящего года. Кроме того, представительство Россотрудничества в Абхазии наградило призами еще двух авторов. Репортаж Шазины Ханагуа. Выставку на премию «Лучшая работа года» Министерство культуры проводит совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года. Главная цель мероприятия – поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства в стране и открытию новых имен. В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, торжественное открытие выставки «Лучшая работа года» прошло в закрытом режиме. Награждение лауреатов премии состоялось без посетителей, с участием организаторов и СМИ. Не могли не провести данную премию, ежегодную премию. «Лучшая картинная работа художественная». И в этом году были определены номинанты. Мы всех их постарались отметить сегодня. Безусловно, Министерство культуры и в дальнейшем будет оказывать значительную поддержку и нашим подведомственным учреждениям, и общественным объединениям, творческим, и союзу художников в их творческой деятельности. И, безусловно, в будущем году мы искренне надеемся, что данную премию нам удастся провести в более широком формате и более содержательно и интересно. В этом году открытие прошло в таком вот закрытом формате. Но самое главное, что сама экспозиция, она завтрашнего дня будет доступна для зрителей. И мы рады, что мы смогли сохранить эту традицию. И, на мой взгляд, сама выставка, и в этом году она совершенно особенно, она должна поднять настроение всем, кто ее посетил. В двух залах ЦВЗ представлены работы в разных жанрах. Здесь можно увидеть картины, выполненные маслом, графику, скульптуру. Всего в конкурсной выставке приняли участие 30 абхазских художников. Ими было представлено более 70 работ, написанных в 2020 По решению жюри премии «Лучшая работа года» были удостойны сразу два художника – Виссарион Цвежба и Руслан Габле. Я его писал больше полугода. Я все время часто обращаюсь к видам, к какому-то своему отношению к нашему красивому городу. А вот тут я решил чуть больше все это раскрыть через наше синее небо, наше синее море. Красивый, старый, очень нарядный город. И все это вместе с красивой женщиной, красивой девушкой. Попытаться на языке пятна, цвета линии передать свои ощущения любви к своему городу. Вторая премия у Дианы Хиндба, а третье место было разделено между Адрианом Ампар и Сандро Житкар. Отдельной номинацией за особо яркое изображение города Сухум представительство Россотрудничества в Абхазии наградило призами Игоря Панченко и Виталия Кацба. То, что у нас сейчас имеет место коронавирус, придает креативности вообще всем процессам художественным. Поэтому я думаю, что это все еще ждет своего творческого потенциала, своего творческого описания. Я думаю, что в следующем году, на следующей выставке «Лучший художник Абхазии» мы увидим отражение вот этого нашего периода в художественном творчестве. С 20 ноября центральный выставочный зал Сухума будет открыт для посещения. Желающие смогут посмотреть экспозицию выставки «Лучшая работа года» с соблюдением всех предписанных санитарных норм. Одновременно в центрально-выставочном зале допустимо присутствие не более 15 человек. Шазина Ханагу, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Четверо воспитанников футбольного клуба «Хафон» Максимилиан Смыр, Ханри Лазба, Даниэль Копекян и Лев Ажиба отправили с Санкт-Петербург на просмотры в рамках программы по открытию в Абхазии филиала Академии футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщил информагентство «Пснопресс-куратор» проекта Армен Копекян. Если спортсмены проявят себя хорошо, будет обсуждаться вопрос из зачисления в филиал Академии «Зенит», открытие которого планируется в Абхазии в ближайшее время. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами в пятницу 20 ноября с 5 часов утра до 17 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в новом районе, старом поселке, в районе Колоса, по улице Адыгейская, Вьеми и на верхних этажах высотных домов в центральной части города. Уважаемые телезрители, с пятницы 20 ноября временно меняется сетка вещания АГТРК. Это связано с веерными отключениями электроэнергии. Абхазское телевидение будет выходить в эфир, как обычно, в 8 часов утра и вещать непрерывно до 15 часов дня. В это время вы сможете увидеть программы и передачи, показанные в нашем эфире накануне. Утренние информационные выпуски Амши Кшара будут выходить в эфир не в привычные 9 часов утра, а в 12. Наша вечерняя сетка вещаний остается без изменений. В горных районах Абхазии начались снегопады. Первый снег выпал в районе озера Рица и Мюссеры. При этом на контрольно-пропускном пункте Рицынского нацпарка ведется усиленная работа, проверяется состояние автомобилей. МВД Абхазии призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, в частности из-за ухудшения погодных условий и выпадения снега в Гудаутском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства. При снижении среднеустойчивой температуры до минусовой на дорогах образуется гололедица. Специалисты настоятельно рекомендуют установить на автомобили зимние шины. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, в пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь в горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 8,13. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok